Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Постоянные зрители канала видели серию роликов с моим путешествием по Испании. И в этом путешествии я посетил несколько классных тапас-баров. Так вот, домой приехал, а захотелось мне некоторые рецепты из тех баров повторить. Сегодня хочу пробовать мясные. У меня вот здесь приготовленный с вечера фарш. Состав простецкий. 30% нежирной свинины, 30% такой же говядины, 20% свиное сало, 15% лук, 5% чеснок. Ну и на килограмм этого фарша здоровенный такой пучок зелени. Петрушка, кинзамята. Кроме того, понадобится мука, кукурузные хлопья и крекеры для панировки, яйцо для нее же, масло для фритюра и оливки, сыр, маринованный лук для начинки. А для оформления подачи я приготовлю соус на основе домашнего майонеза, для которого взял, естественно, растительное масло, яйцо, лимон, чеснок, маринованные огурцы, соль, ну и горчицу. А начну я, пожалуй, именно с соуса. И минуту пожужжать блендером. Сейчас приправлю солью и лимонным соком. Музыка Музыка Основа уже хороша. Осталось с огурцами разобраться. На мой вкус для этого соуса маринованный огурец подходит лучше квашеного. Музыка Музыка Так, все. Можно брать холодильник, чтобы настаивался. Я займусь тапосами. Яйцо взболтаю солью для панировки. Сыр нарежу кубиками. Музыка 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 Масло для фритюра уже можно греть. Музыка Наружных слоев панировки будет два вида. Один кукурузный, второй на основе крекеров. Хочу сравнить, какой больше мне понравится. Музыка И то же самое сделаю с хлопьями. Музыка Но, заметьте, не измельчаю в хлам. Хочется, чтобы на готовом тапосе кусочки панировки были довольно-таки крупного размера. Приступим. Музыка Музыка А теперь панировка и в масло. Музыка Сначала мука, затем яйцо, а затем в крекеры. Музыка А теперь второй вариант. Мука, яйцо и хлопья. Музыка И в масло. Оно должно быть нагрето до 160-170 градусов. Перегрейте, панировка гореть начнет. Не догреете, она слишком много масла в себя впитает. Музыка 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 Глоточек для освежить пупырышки. Музыка 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 Наверное, начну с сыра. Сырный. Так, ой, смотрите, какой. Ммм, чудо. Тянется. Классно. Вот. Закуска. На один укус. Вот то, что надо. Вот класс. Просто класс. Так, оливка. Следующая пойдет с оливкой. Так. Оливка и здесь другое покрытие. Соответственно, здесь другая панировка. Из крекеров. Вот посмотрите, видите розовый цвет? Это не то, что не прожарилось. Ничего подобного. Я уже рассказывал, если в фарш добавить большое количество зелени, зелень у нас чемпион по содержанию азотных соединений, нитрат в первую очередь. Ну, сравните. Если среди овощей самое занетраченное, что у нас свекла, это 400 миллиграмм на килограмм, норма ПДК. При единственной концентрации, то для той же самой петрушки, для укропа 2000 миллиграмм на килограмм. Азотные соединения при нагревании реагируют, собственно говоря, происходит реакция. И вот как в колбасу мы нитриты добавляем, раньше нитраты добавляли, также селитру, а сейчас нитриты добавляем. И происходит реакция с, господи, как он же называется-то? Меглобином. Да, с миоглобином происходит реакция, и мясо остается розового цвета. Так вот, я добавил кучу зелени, и это мясо красное. Его нужно, наверное, до 95-100 градусов довести, чтобы хоть немного убавить вот этот розовый цвет. Поэтому оно готовое, но розового цвета, поэтому вы не пугайтесь. Так, ну а теперь дайте мне вот с этим соусом замечательным майонез с добавлением огурцов маринованных, сладеньких таких. Классно. Освежение вкусовых пупырышков. Помните тругоцких? И вы знаете, мне, наверное, больше нравится даже вот с оливкой, чем с сыром. Сыр, он тянется, конечно, все здорово, но оливка придает такую пикантность классную. И она очень классно играет с вот этим самым соусом. Так, ну и последнее, с луковкой маринованной. Когда я использовал маринованный лук, у меня была идея получить такое же сочетание, какое в шашлыке. То есть там вот свинина, вот эта обжаренная на углях, в данном случае она у нас обжаривается, и вот этот маринованный лук. Когда он немножко прогревается, мне он очень нравится. Не знаю, как вам. Так, ну что, с вкусом. Вот это идеальное сочетание. И панировка. Панировка все-таки кукурузной мне нравится больше, чем из крекеров. Из крекеров немножко грубовато все-таки. Вот эта кукурузная прям классно. Короче, мой выбор, однозначно, это вот такая вот, такой бол, болы называются, эти тапосы в тапос-барах, там, где я был. Бол с маринованной луковкой и, конечно, с этим соусом. И на выходе получается вот такую штуку классную. Ой, божественно. И можно идти в следующий тапос-бар. Поехали. На этом, пожалуйста, я позволю с вами прощаться. Огромное спасибо за компанию с вами. Огромное спасибо тем, кто ставит лайки, дизлайки. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, напоминаю, промокод ФРЕСКО позволит вам сэкономить. Я вот сегодня пользовался такими с Амуро Гольф. Классными, острейшими ножами. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok